неожиданно очень неожиданно знаете ли время вроде бы позднее думал но сейчас никто не придет и я тоже как бы тоже и спать пойду уже как говорится дать у не весь день за рулем туда-сюда проездил подарочек между прочим отдал ноутбук сегодня да вот победитель еще раз с праздником точнее как ну с праздником ноутбук все-таки да вот думаю ну никто не придет на дим кто на масленникова горюж наверно все посмотрели но вы же ждете вы же жижишь мне все социальные сети перевернули говорят вот 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 говорят вот алексей вот нам надо вот нам надо посмотреть ну вот вот надо надо так но я подготовился сразу вам скажу я подготовился я для атмосферы сейчас включу контурный свет до забыл я лампочку знаете ли воткнуть у меня тут ой ой как опа сейчас мои хорошие я же готовился ну что ж ты опа у меня тут смотри оп 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 о страшилка о как будто сверху кто-то светит страшно очень страшно если бы не было так страшно то тогда бы до атмосфера ребята нагнетает я даже время выбрал говорю вечером ну сто процентов все спят сто процентов а вы не спите вы не спите всем здрасте ребята еще раз всем привет с вами как всегда я лёха хардплей это гос бастер от димочки нашего дмитрия я специально так как мы мы с ним там в контур тису переписывались он горит лег сильно сильно это рано не смотрите вы ролики отжирается трафик я настолько из уважения к димону я говорю все родной выжду выжду выждал пять дней выждал да знаешь уже там смотрели многие но те кто не смотрели ли те кто хотят посмотреть вместе со мной поехали это она прям понимаешь а там часовой ролик мой хороший на час на целый но а со мной это как фильм посмотреть ты же знаешь сейчас я начну сейчас это начнется пенная вечеринка вы мне сказали сказали лёха там страшно многие писали что там страшно но еще страшнее что что еще страшнее знаете правильно не подписаться куда мой хороший не подписаться знаешь правильно не подписаться мой дорогой на наш телеграм-канал hard inside а и пропускать стримы между прочим которые каждый день я операцию сделал выйду на поправку все хорошо каждый день стримлю да и поднимаю вам настроение вот стараюсь по крайней мере тут и игры и видосики смотрим очень-очень такая хорошая штука вот так что подписывайтесь ребята огромное спасибо ссылочки с первым закрепленном комментарии ну и вообще везде вот все это естественно бесплатно спасибо огромное кто хочет поддержать рублем я донат все отключаю ребят на стрим чтоб не мешали как у то у всех вот я отключаю вот кто захочет на пусть и подпишется допусти это у нас что правильно это где мы фильмы смотрим ну и 100 рублей в месяц подписка стоит вот как говорится да не особо накладно чтобы было да вот ну и плюс может фильм посмотреть это короче за 100 рублей все в одном пак супер пак вот ну чтож но я не буду чего долго тянуть то но мне самому интересно но интересно не знамо как сейчас начнется ну я конечно многого не прошу но пальчик вверх я думаю можно да все таки закал дыбинить да как следует ой у меня прям у меня руки зачесались этот этот сейчас что-то начнется значит ну как говорится всем приятного просмотра чай кофе плюшки ватрушки а мы друзья мои начинаем это гост бастер вместе с дмитрием масликом три ночи в замке с привидением замки тут это вам тут это вам не там да там это вам не здесь да за рыбок спасибо спасибо стал ушел выключил свидание всего доброго всего хорошего но вы просили погромче вот пожалуйста я ненавижу тебя ты будешь гнуть в тюрьмите Тебя обещали, что я влюбила! 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 Ненавижу! Я! Святой Отец! Нет, ну ты видел? Видел? Ну нахер! Развернулся и ушел! Молча вообще никому ничего не говоря! Просто... И нам такое не надо! Страшилка какая-то начинается! Что это такое? Ну что, ребят? Я сижу, я дышать забыл! Я в себя дышу! Да! Так, тихо все, ладно! Госпожа, все хорошо? Госпожа... Лады? Спасибо! Молочка! Пойдем прогуляемся! После предложенной прогулки баронесса Жаклин де Лафае заточает служанку Люси в часовой башне своего замка! Ты будешь глубь в темнецем! Где она быстро погибает от холода! Превращая это место в настоящий паранормальный ад! И перед тем, как мы туда отправимся, у меня к вам будет лишь один вопрос. Верите ли вы призраку? Здесь! Хулачие кольки! Я, говорит, человек простой Что ж, за всю историю Гусбастера У меня не было настолько известного места С паранормальной активностью Ты понимаешь, то, что мы зафиксировали Это не просто игра света Это призрак самой Люси И она пытается выйти с нами на контакт В этом замке Десятки телешоу, сотни команд, изучающих мистику И невероятное количество свидетельств Потустороннего в стенах этой локации Друзья, у меня просто мандраж Так нагнетайте, хорош, вы чё Это был сейчас первый взгляд на замок вживую Охренеть Твою мать, какой он красивый Затаите дыхание, потому что мы отправляемся с вами в настоящий средневековый замок с привидением Это шато-де-вуз Я здесь буду жить три дня Я вам от себя скажу одно Есть две вещи, которых я очень боюсь Честно вам говорю, очень боюсь Первое, это когда мы в онлайне шарились по разным там заброшкам, там разным местам Первое, самое стрёмное криповое место Вы не поверите, но это был лес Все это осталось как бы за кадром Я не стал делать разбор там по определенным причинам Потому что мы, так скажем Ну Так скажем Сняли то, что Наверное, не надо было бы И вот как бы потом, да Очень долго со всем этим разгребали Но может быть когда-нибудь я его сделаю И как бы, да, выложу Вот А второе, это Когда я ездил в Бельгию К одному из наших подписчиков Как раз К своему товарищу К подписчику И когда я зашел в замок старинный Он там что-то какого-то Тоже там 13-го или 14-го века Короче, крайне древний И вы знаете, вот эта вот атмосфера Я ее не могу ни с чем передать Вот эти вот Все вот эти вот, знаете Вот старые какие-то вот Ну она угнетает Она постоянно угнетает Хотя Днем даже идешь по этому замку Сидишь вот в этих огромных палатах Помните, да, фотокарточки И Вот эти вот огромные камины Огромные вот эти вот Какие-то там Типа как кресла там, да Или еще что-то Там что-то вот эти Стули огромные И вы понимаете В определенный момент Ты Просто Ну начинаешь Даже человек, который ни во что не верит Чувствуешь Давайте я вам так скажу Себя там неуютно То есть как-то Неспокойно Не неуютно Неспокойно Ночью Это вообще песня Я спойлерить ничего не буду Тоже, короче Если у меня получится Я все это дело от сниму Но Это просто забейте Это что-то с чем-то Так что Все Сорян Я такое просто свое вступление Небольшое сделал Потому что тоже это испытывал Как бы в жизни Да нет никого за спиной Я вижу Просто церковь сатаны Какая-то Какая-то нагнетает О съемках в этой локации я договаривался на протяжении многих лет Но мешала пандемия Внезапное обрушение большей части здания Но сегодня Я наконец-то задам в этом месте вопрос Здесь кто-нибудь есть? Я так вам скажу Это будет особенный выпуск Потому что Ребят Я здесь буду жить Три дня Я буду Три дня Королем замка Боже мой Чистый король Царь во дворце Царь во дворце Просто какие-то невероятные эмоции Друзья Халисии Это Одно Наверное Из моих самых Удивительных Впечатления жизни Обалдеть атмосферное место Опа Вот это Это хозяин Замка Зовут его Джереми Что ж привет Я здесь для того Чтобы рассказать вам о замке Это феодальная крепость 9 века Построенная Карл Зинхем И я живу здесь уже 2 года 9 века Здравствуйте 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 Джереми Все в целом Это абсолютно Ух Это абсолютно Это Одно из самых Вдругих Замок Я давно видел Первый Пятый Замок Замок Девятый век Это абсолютно Абсолютно Вдруг Замок Поехали! Поехали! Спасибо большое! Говорит, совсем по-другому это все выглядит ночью. А я уже представляю, как вот этот пол будет хрустеть. Вот эти все животные будут выглядеть крайне стремно. А мы помним, как у Димона... Как у Димона с этими щучелами, помните? Это мы уже с вами такую тему проходили, да. Он, по-моему, тоже в замке же, да, у него чуть фляга тоже не свистнула. Когда с этими щучелами-то он пересекся. Это было просто потрясающе. Да-да-да, я помню. В стенах этого лютого места часто замечали движение предметов. Различные леденящие кровь звуки. А также странные тени. Так, стоп, ребята. У меня камера сбоит. Мы здесь точно не одни. Здесь царит полная тишина. Мы находимся, черт пойми где. Все это связывают с призраком замученной из-за ревности служанки Люси, который якобы продолжает блуждать по коридорам этого замка в непроглядной тьме. Также здесь видят и огромное количество других привидений, среди которых есть и совсем необычные. Я заметил темный силуэт пса или чего-то другого, двигающийся в основании моей кровати. Но она была очень низкой, так что я не знал конкретно, что это было. Поэтому я просто высунул руку из-под одеяла, и собака просунула свою голову мне под руку. Я почувствовал, как она двигается, череп, кости и мех. Первое, что я увидел прямо здесь, это собачий след. Прямо в цементе. Чего? Чаще всего паранормально здесь видят в пропитанных атмосферой смерти комнатах первого этажа и крыле прислуги. Также мне стоит обратить внимание на колодец. Ооо, я понял, привет. В который по местным байкам отправляются души всех погибших в замке людей. Отдельного внимания достойен зал спиритизма, в котором все команды, изучающие паранормальное, проводили различные эксперименты по вступлению в контакт с потусторонним. Чего? Чего ты? Чего ты? Скример на скримере! Эй! 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 все это лишь малый я не исключаю в старых в старинных местах заброшках замках домах я не знаю чего угодно я все же всегда был сторонником только одного что есть некая вот это вот фантомная память может быть такое что время от времени появляется эта карусель я вот вам говорят как есть когда я разговаривал с владельцем замка в бельгии он это четко проговаривал он говорит лег мы научились просто с этим жить это как бы нормально я говорю вы 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 вообще вы вид и понимаешь говорю что ты говоришь он горит лег это нормально то есть все вот эти тени дымки это говорит нормально это все хорошо я горю ты что сумасшедший игры выжив ты вообще осознаешь игры что ты несешь он говорит ну мы живем но все же хорошо у нас все нормально у всех все нормально то есть какие-то у меня показал зал хоть хозяин замка мне показал огромный зал где типа там вот кушали все остальное он говорит вот здесь вот типа но очень часто бывает что-то там типа мы сидим у кау камин у старинного он там какого-то тоже века черти пойми какого с такой трещины здоровый и короче он говорит ну как бы вот здесь вот очень часто когда сидим у камина бывает то что вот кто-то ходит но это нормально куда нормально выгнув это осознаешь его лет лёг он тоже как я верю в эту фантомную память как бы мы туда мы никого не трогаем мы не трогаем это наш замок все мы здесь живем то есть наш они такие вот чисто чисто такие камни знаешь работяги я говорю ну ладно окей я говорю можно спать рядом там будут очень страшно часть того что творится в этом проклятом месте где буду спать днем а снимать в течение ночи шесть какая то начинается ооо деревянный пол the gold room oh my god i will true oh my god это моя комнату внутри дня лег 9 век проверяй ребят то же самое скажу в замке в бельгии как они делают я уверен здесь тоже самое я просто но вижу что здесь тоже самое что это что они делают чтобы содержать огромнейший замок часть замка его короче как это правильно сказать по-русски господи адаптным адаптирует типа кастомизирует под более комфортные уютные условия чтобы люди могли ну как в гостинице остановиться то есть можно снять допустим целое крыло замка либо комнату либо еще что-то ну типа реконструкцию но в замках в таких типа да типа реставрируют но при этом делают ну какие-то условия уже такие более современные но всю всегда оставляют процентов где-то 50 60 от замка это вот нетронутыми то есть какой-то допустим крыло там конюшня остается там вот допустим как вот в том замке винный погреб остается там еще что то то есть куда вообще никто то есть ничего не трогает даже паутину они не убирают потому что то есть это считается ну как это так это вообще наша история там и так далее там подобное так что кто говорит за тему того что проверять 9 век это просто апартаменты которые я уверен сдаются под аренду под сдачу под какие-то может быть там так скажем тематические до мероприятия и в этом ничего нет такого я сам я говорю в подобном замке но немного помоложе был так скажем да этот девятого века тот там 13 или какой-то век это нормально это ну то есть я вопросов нет буду жить в замке целым я начинаю это паника паника вот это моя кровать вот я на ней сижу я могу даже вот так как здесь да у срачки будет страшно ночью это забейте это взгляд видел косит глаз один зараза что ж перед тем как я покажу вам ночи от снятым страшном месте я попрошу вас подписаться на этот канал все-таки я арендовал на три дня одно из самых паранормальных мест мира а также послушайте следующее я подписан нет я конечно проверю нет но я подписан лайк стоит все стоит все хорошо кстати с десятилетием канала ничего себе посмотрите внимательнее мы практически у цели скоро все поймут что они заблуждаются ребят кажется это она реклама ну 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 ладно ну хорошо сказали но интересно смотреть даже непонятно что реклама до какой минуты то ребят наверно где-то вот здесь до заканчивается а понял во все спасибо спасибо что сказали а я сижу я как этот вот точно ночь 1 его реклама нет главная реклама понимаете ребята реклама но это нормально нормально замок как говорится сам себя не арендует да так же как и новое оборудование аквариум сам себя не купит поэтому что я ребят хочу сказать я хочу сказать одно то что ну ну у нас есть тоже конечно партнер да мне многие говорят лег там какая-то ссылка вечно в комментарии можно ее найти там вот вот это все да наш оранжевый конечно же партнер вот ребят ну а что ну ну а как а как ну честно вам скажу ну а как а как по-другому как говорится до камера сама себя не купит свет студия мотор вот это все так спасибо огромное нашим партнерам ребята всем кто перейдет да там посылочки спасибо огромное кто регается кто меня поддерживает чё там дальше делаете меня еще плевать просто спасибо что зашли зарегались просто всем от души всем спасибо вот такая вот интеграция спасибо он или в чатике или в этом короче в первом закрепленном комментарии все поехали дальше вот такой вот я быстрый 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 а шустрый опять тянуть трассы все и побежал тихо спальня я сплю тут спальня тут я сплю тут ванна тут я боюсь не у одного слышу ощущение что кто-то под кроватью лежит я глаз прищурил смотри рука голова в хорош вы чуть эта игра света начинается света есть чате светлана есть нет кто-нибудь света есть света здравствуйте сюда да поможет нам говорит святой огонь бензином облил поджог его к чертовой матери да нет а чё это это все на этом все закончится сквозняк а это говорит сифон барахлит будильник девятого века какой курт кабейн Глеб ты что осуждаю тебя курт кабейн ребят скажите ему он дурак я вас такому не учил какой-то неспокойный замок что не пойму начинается то с самого начала 50 лет исследователи паранормального изучают замок шато-де-вуз интересно как переводится это слово используя технические зато-де-вуз они пытаются зафиксировать нечто и у некоторых это получилось свидетельство первое ясно на себя пальцем двигал я видел ноябрь двадцать первого года Джордан Перегу с напарником провели ночь в замке шато-де-вуз так тормозим тормозим что я слышал что я слышал старом замке у меня есть что рассказать хватит это терпеть я расскажу во первых все вот эти старые перекрытия вообще любое старое здание любое вообще абсолютно даже относительно ну плюс-минус до недавней постройки там даже 50 лет здания она у него всегда есть говорят звук здания шум здания звук здания не знаю я привык к слову к словосочетанию звук здания то есть он всегда что-то издает не бывает полной тишины то есть где-то какие-то балки перекрытие перепад температур он и может где-то похрустеть где-то пошуметь это замок 9 мать его века 9 века то есть если там при учете того что там еще и что-то обвалилась обвалилась то есть там крыши до показали обвалилась либо еще что-то ребята это сто процентов сто процентов то есть это говорит о том что здание она находится еще и в довольно таком плюс-минус до ветхом состоянии то есть где-то что-то не уследили вот поэтому кто считает то что каждое вот здание даже деревянные постройки кто постарше те шарит за это они имеют свой определенный звук то есть они как бы да они как ходуном ходят до грубо говоря лайк на стрим не забывайте подписаться посмотрим сколько нас таких умных и про комментарии напишите очень хочу видеть в комментариях когда и стрим закончится обязательно напишите подобные звуки приз были ли у вас где-то в жизни я уверен будет миллиард людей которые напишут что там слышали здесь слышали там как особенно во времена когда весна осень постоянно где-то что-то вот этого шелестит хрустит и все остальное поехали дальше по сути затем шаги от шаги уже другой вопрос потом у них начала отключаться оборудование а затем они утверждают что и вовсе вошли в контакт с потусторонним ну здрасте сом был нормальным понимаете я бы не сказал что что-то мне снилось либо что-то сверхестественное происходило просто я услугу все но какой-то момент вот этот звук происходит я вот в эти палочки вообще не верю я сел на кровать и я начинаю тут там здесь я открываю дверь здесь я открываю дверь а это птичка открываю дверь как цапля я на панике сейчас я немножко на я тоже не верю в эти палочки не верю не чекай на следующий заброшки ребята отсюда постоянно доносятся какие-то звуки да ну хорош ну ну чё начинается то бои в оборудовании могут быть любые вообще да у зрачки страшное ощущение постоянно постоянно но есть что за тобой как будто кто-то есть ощущение присутствует здесь чаще всего видели одного из самых главных призраков этого места а именно призрак собаки собаки собаки-то откуда собака-то там взялась хотя с девятого века первое что я увидел прямо здесь это собачьи след тут звуки отовсюду идут просто отовсюду барсик 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 я говорю вот эти звуки здания они крыша ставни че угодно может быть двери собака это странный звук это вот что-то я не понял этого звука вы че с ума сошли что ли такие переходы делать мотор встанет фото предположительного следа собаки собой есть манок для собак ружье дедовское должно с собой быть вот это да я жюйки манок горит для утки собака на такой звук побежит интересно причем здесь собака я прикинь выйдет там просто сразу кирпичи ясно китайский перемотка остановлю ты перешел в режим радио что ли это алиэкспресс 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 давайте вы хотите все год хорошего я хочу сделать на 10 лет подарок всем банк сектор бан на барабане ой хорошо мы на ю тубе с тобой согласись так тихо если сейчас не будет звук опять я уезжаю за замка прямо сейчас и а и и и я не знаю даже будет понятно совершал ли какие-то движения в этот момент рюкзаком об стену не мог тирануться нет смотрите ребят момент интересный может просто он не увидел смотрите еще раз очень похоже на то что у него же за спиной рюкзачок ведь он движение к стене сделал блин хотя далеко ну да далековато нет 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 был хвост стоп-с море повар хвостом мог 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 мох мох хвостом да ну хотя бы какое-то объяснение я пытаюсь найди но найти хотя бы хоть 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 что-то хвостом мог цепануть мокс но чисто теоретически наверное домок ну хоть как-то можно что-то там объяснить попытаться вообще хоть хоть что-то такое Второе. 2 апреля 20-го года. Группа французских охотников за привидениями провела целый спиритический сеанс в ночном замке. И во время этого сеанса призрак начал отвечать. Я одного не могу понять. Напишите, пожалуйста, в комментариях мне, глупому человеку, я сколько раз пытался в этом разобраться, какова вероятность того, то есть нужно на какой-то предмет, кругляшок, монету, я не знаю, вот стакан первый раз я вижу, у меня алкаши внизу так гадают, ставят пальцы и типа что-то потустороннее двигает этот предмет. Какова вероятность того, что кто-то из них сам не двигает это? Ну то есть, это типа кто-то, ну не знаю. И все. Разумеется, мы считаем, что показанное фейк, но они утверждают обратное. Ну не знаю, вот в это я вообще не верю. Что ж, ребят, идем дальше, наверное, в саму... Не, в это я не верю. В стакан в этот. Это первый этаж. Как шутка смотрится. Не пойму, не пойму, что у него такое на плече. Что на плече такое за какой-то прибор? Вот это что такое? Что-то я раньше это не замечал. Остальное это все понятно. Вот это что такое? Как шутка смотрится. АМ, все, 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 понял. Один хуже другого. Это просто, блядь, уж сгону. Это он весь самый в движении постоянно. Искотека. Отвечаю. У меня, короче, на одной из заброх. По-моему, это в детском лагере было. Короче, я словил одну тему с картиной. Там была нарисована обычная, поняли? Детская такая, типа как карикатура. Но вот почему-то нос, глаза были настолько реальными. Мне эта хрень после этого рейда снилась просто невероятное количество раз. Я не знаю почему. Вот я вот здесь вот почему-то вот словил флэшбэк. Знаешь, когда вот эти вот именно глаза, вот тут они смотрят. Вот просто вот. У меня такое ощущение. Знаешь, еще есть такие картины, которые ты как бы идешь, и вроде они как бы, знаешь, то есть ты с какого, с какой стороны не посмотри, она вроде как на тебя смотрит. Это просто, это реально картина стрёмная. Она как живая, честное слово, вот как живая. Вот эти вот ладно, а вот это вот ну такая себе в тишине, то вот так вот защемится. Здорово. Сэра, спасибо. Посмотрим, что там в гардеробе кто-то прячется. Раз, два, три. Хоп. Это просто стена. Почему стена? Это очень странно. Чего? Так, ну-ка, папе, сюда. Первое, что в голову приходит? Блик от камеры, от освещения. От чего-то должно бликовать. Стена, лаком намазанный какой-то этот, д-д-д-д-лестница. Вопрос. Что это может быть? Может быть картина? Картина на стене? Картина. Картина, да. Такое. Вроде как картина, но это не точно. Интересный момент. Надо пересмотреть. Зеркала вообще забейте. Старые зеркала вообще никогда, никогда не буду смотреть. Это просто крепота. Реально. Старые зеркала, спасибо, но нет. Чтобы не было просто подо мной, я. Я пансер. Я пансер на ногах. Блядь. Сука. Сучья. Камера пишет. Рутая картина, посмотрите. Какие лица. Какие лица. Какие лица. Ужас. Знаете, вот такое чувство, что... Вот здесь, в этом коридоре, вот лично мне не хватило полного отсутствия монтажа. Я бы очень хотел вот этот коридор, так как он старинный, видно, что он не переделан, пол не переделан, какие-то элементы не переделаны. То есть, осталось вот из того века. Вот очень хочется, чтобы вот здесь вот была полная тишина и послушать полностью звук вот этого этажа, вот этого вот коридора. Очень бы хотелось. Не знаю, может быть, я один такой, может быть, у меня какая-то паранойя или еще что-то. Но очень вот я бы вот хотел услышать это. Это было бы очень круто. Тут постоянный элемент психоделики присутствует везде. И от этого жутко становится, конечно. А головы нет. Головы нет. Головы нет. Головы нет. Что за безбашенная вечеринка происходила? Я грузанулся даже. Не услышал, если честно, шорох. Колодец вообще. Ну, как бы, ну, в замках были, да, свои колодцы. Типа, на случай осады вот этой всей хрени. Вот такая вот оперативная съемка у нас получается сейчас. Потому что сюда я совсем оборудованием не зайду. Как вам уже рассказали, но субтитроген на колодец. Это выживут. Это забей, это очень старое место. И спамьте, ребят. Ну что, вы готовы взглянуть в колодец, где по местным поверьям вводится нечто? Так, ну, я вижу воду, она тут где-то в трех метрах. Но вот это точно ультра-старинная хрень. Ультра-старинная. То есть, может быть, сверху какие-то вот эти вот огромные камни, они может быть каким-то, да, там, макаром. Но вот эти, вот эти, они аж просели, да, из этого, из слоя. Ну, очень-очень круто смотрится. Посмотри тайм-код, ребят. Мы дойдем до этого тайм-кода, не это. Блин, ну, крипово, крипово. Ну, ты совсем, что ли, ну, хорош? Напишите тайм-коды, да, лучше в комментарии, кто что нашел. Может быть, не факт, что даже вся съемочная команда Димона что-то нашла. Напишите тайм-коды в комменты. Интересно будет посмотреть, можно даже разобрать будет. Может быть, что-то мы не увидим. Матерь божья. Так он... Он такой гигантский. Так, сейчас я это подсниму, подождите. 20 метров? Там не видно ничего будет. Видно, вот, бутылки какие-то. Вот это вот интересная часть. Навальные какие-то элементы конструкций. Как будто тела чьи-то вообще. Ну, ничего страшного, паранормального здесь нет. Свидетельство третье. В мае 22-го года популярный французский блогер отправился со своей командой в Шато-де-Ворс. Во время съемок они часто слышали странные звуки. И не брут по, да? Я не слышал. Но всегда и везде их обосновывают. А вот на монтаже они услышали нечто, что объяснить не получилось. Шато-де-Вуз в мире тайной мистики можно сравнить с перевалом Дятлова. Тем самым лес... Так, братцы, я пока чуть-чуть промотаю, ладно, рекламку, с вашего позволения. Поездки во Францию у меня не будет. Так, внимательно смотрим. Место просто конченое. Я тут, между прочим, живу. Ребят, плюсаните в чат, кто бы тоже пошел за чаем. Просто чисто вот так вот. Ну, просто прогуляться, кто бы не очканул. За меня тоже плюс поставьте. У него, что ли, в видосе? Что это? Шик-шик-шик-шик-шик-шик. Хорош тут это, нагонять. Тут паника, паника. Уже это прекрати у меня. Сзади рука такая на плечо. Здорово, отец. Это чистоты ночью. Блядь, сука. Друзья, это просто ведро. Ведро и крышка. Если без шуток, то ощущение мерзопакостное. Потому что я стараюсь абстрактиваться от всего. Что это дом, замок с привидениями и так далее. Но ты в любой момент времени, находясь здесь. А так как я сплю, получается, в течение дня. И просыпаюсь уже когда темно. У тебя начинается просто какой-то день сурка. Это единая гигантская ночь, как будто. И в течение этой гигантской ночи ты постоянно под каким-то пристальным вниманием. И это не вы, кто сейчас смотрит выпуск. Это происходит как будто здесь. На меня постоянно кто-то смотрит. Это называется ощущение присутствия чего-либо. Или кого-либо. Но это, кстати, вообще ни с чем не перепутать. Вот так, но не было. Вот это моя дверь. Вот эта дверь напротив. Блядь, это чердак. Сука. В лесу это испытывал, да. Как она могла открыться? Если требуется положить, вот смотрите, усилие прям. Это слышно по звуку. Как она могла открыться? Мать, все везде скрипит. Трещина. Чего же не поселиться здесь? Свидетельство четвертое. В начале 23-го года французский блогер выпустил пятичасовое расследование своего пребывания в замке. Там есть и свидетельство странных звуков. И отключение аппаратуры. Один странный момент даже попал на камеру. Прямо во время съемок в коридоре открылось окно. Не вижу абсолютно ничего в этом странного момента. Он открывает дверь. Просто элементарный какой-то сквозняк, либо еще что-то. Как раз за это время мог, ну, потоки воздуха могли как-то что-то приоткрыть. Я тоже думаю, что сквозняк. Не знаю, вот, ну, я почему-то тоже уверен в этом. Да, ну, я еще раз повторяю, ребят. Я хоть как-то пытаюсь объяснить то, что происходит. Хоть просто первое, что в голову приходит. Окно закрыто. Ну, может быть, какие-то щели. Я не знаю, не щели, но чтобы так открылось. Ну, да. Боже, это что за комната? Тифон! Это что там вдалеке? Это просто что? Конченая комната. Это что, подождите, это? Это что, театр? Так от заката до рассвета, говорит, давайте расхреначим этот конченый ансамбль. С массовой. Или как что-то такого? Я не в настоящем замке, а в каком-то кукленом домике. И из-за этого еще страшнее. Потому что они бездушные, искусные. И из-за этого, наверное, вот возникает это какое-то... Ну-ка, 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 стоп. Спасибо. Ну вот я тоже вот... Я просто по глазам этот момент ударил прям. Ну у него хвост еще со свечи, хотя нет у него... Я вот сюда, вот за этот момент говорю. Вот здесь, вот в этой вот точке. Если внимательно посмотреть. Ну не знаю, но все равно можно сослаться, я думаю, что на этот... На освещение, еще что-то. То есть он же в движении находится, он не стоит на месте. Еще огромное количество... Ну, ну я бы осветлил, да, это место. Я бы высветлил этот момент. Бл***ь! Что это такое? Бл***ь! Бл***ь! Что за звук? Что у меня, что-то? Концертный зал. К секунду. Да, мне что-то тоже это показалось очень странным. 39, 58, вы да, сказали. Все, все прям начали это писать. Сейчас, одну секунду, мне просто... Подождите, а что здесь? 40, 02. То есть все-таки в этом, да, моменте? А куда, что? То есть не я, это это, то есть не я, да, один это заметил? Да. Чего? Вот это что? Это покадрово, я напоминаю. Это по кадрам, я по одному кадру, ну, тыкаю. Вот это что? Вот здесь, смотрите. Подожди. Там нет зеркала. Это движется, это сдвижется. Подожди, стоп. Что вы мне тут сейчас рассказываете? Так, одну секунду, смотрим. Подождите, стоп. Смотрю без, без остановки. Искусные из-за этого. Да вы что, охренели что ли? Что? Чего? Искусные из-за этого. Понял, давай. Привет. Это хвост. Да что-то, ну, не знаю. Ну, ладно, это хвост. Не, ребят, шарит, это хвост все. Все, да, нормально. Все, давай, привет. Наверное, вот возникают... Петлички! Страх. Еще огромное количество отражений. Зеркал. Хвост. Что это такое? Ну, не знаю. Хвост. Хвост. Что за звук? Ты у меня, что-то? Хвост. 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 Петлички. Хвост. Хвост. это говорит сколько можно спасибо и все захлопали прикинь звук аплодисментов иди мы седой стоит комната пасе и связано 1 лютая легенда знаете вот такое бывает от запах от прям вот 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 ну чисто вот селедочкой знать нас сейчас детьми смотрят смотрят все спят да все нормально тихо так давайте тайм-коды ребят чтоб не возвращаться тайм-коды напишите мы с вами разберем лучше еще на стриме в комментарии все тайм-коды которые надо отследить будет полный разбор все я просмотрелась за вас тихо кого чего где кто кого заметили стой сейчас все замечу и того где зеркало кто куда смотреть то куда а я думал сам догадаюсь а где где а где опять до силуэт а расскажу Вы понимали, вот это все посы, шерши, посы, пчелы, злой мух, и так далее, весь пол устами. А легенда, эта комната крайне проста, и люди начинают испытывать головные боли, в ней неприятно находиться, как будто это какая-то комната смерти. И мы видим подтверждение того, что здесь действительно что-то происходит, что влияет на живое. У меня что, в деревне тоже, что ли, какая-то комната есть? У меня тоже в одной комнате мухи вечно дохнут. Поесть надо тоже. В главной комнате. Это так называемый зал. Спиритизм. Я не... Здорово. Просто забейте. Вконченный коридор. Все, да. Все, да. И манит, манит. Это зал спиритизма. Во всей красе. Все медиумы, экстрасенсы, самые популярные... Гадалки. Да? Охотники за привидениями и так далее. Все проводили свои спиритические сеансы здесь, за этим столом. И, как говорят, здесь постоянно получают какой-то результат. Свидетельство пятое. Седьмого января 22-го года. На канале GRM Paranormal выходит ролик, на котором запечатлено, как группа исследователей паранормального вступают в контакт с призраком. И делают это при помощи специального устройства, реагирующего на электромагнитный волн. Спасибо, Люси. Так, ну-ка, прекратите. Что-то начинается-то здесь. Самое страшное. Просто еще одно помещение. Как странно это выглядит. Все не седшие отпечатки. Пиздец. Я... Ребят, я... Закрыл. Не знаю, что... Что будет на материале, но... Мне кажется, я очень много всего найду. Как это объяснять? Как это нахуй объяснять? Все, да? Пошла тепленькая. Пошла тепленькая. Друзья, я думаю, что вы помните эксперимент со спирит-боксом в усадьбе Быково. Здесь все здесь? Вот это устройство, как заявляют исследователи паранормального, помогает общаться с потусторонним. Эффект очень похожий на спирит-бокс, но вот здесь на экране будут выдаваться слова. Так, сейчас я сразу на всякий пожарный гугл-переводчик открою. Ну, поехали. Ягелька? Кто не очканул бы, плюс аните? Anybody home? Пошла какая-то ряда. Я так понимаю, что устройство реагирует на электромагнитное поле и в зависимости от электромагнитного поля выдает то или иное слово. Anybody home? Здесь кто-нибудь есть? Ягелька? А может, нам и не нужен никакой вот спирит-бокс? Тут и так отвечают. Ну? Что-то будет происходить? Паралитис. Плез. Что? Плез. Спун. Спун? Ложка? Плез. Паралитис. Смотрите, они еще не больше не выдают. Я беру спун. Что ты нуждаешь? Чего? 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 Я не понимаю ничего. Ты здесь? Есть кто? Есть кто? Есть кто? тайм-коды после стрима в комментарии прям я как жутко я принес ложку что еще надо дониза сен юбать это прям за дверью происходит Это нужно что-то? Юборь! 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 Тихо, 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 тихо... Айда... Айда? Матерь Божья, что-то понеслось... Да... Матерь Божья... Матерь Божья... Матерь Божья... Матерь Божья... Я-то дёрнулся, хорош! Вы чё? Что мне надо? Что тебе надо? Ты хочешь сказать, что я боюсь повернуть? Я разговариваю... Что, мне повернуться? Что случилось? Что случилось? Что случилось? Кто забрался? Меня кто-то забрасывал плечо? Чё... Чё, что ты кучу? Труба... Чё, чё... Чё, 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 чё... Чё, 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 чё... Чё, я не пойму, но началось-то... Чё, чё... Что случится Чё, чё... Чё, чё... Чё, чё, чё... Как я... ... Чё, чё, чё чё… это пиздец кто-то куда мне обернуться что за а закройся вот у меня вот такая же карусель во время критической ситуации короче когда вот знаешь наступает пограничное состояние я эту тему прям вот очень очень подробно в свое время изучал и потом когда ну так скажем я тоже прикоснулся да вот ко всей этой теме стал кусок ко всему остальному да там по заброшкам походам я начал смотреть как люди себя ведут когда резко наступает критическая ситуация вы знаете там столько перечислено там начиная от истерического смеха кончая вообще там человек просто бежит куда-то вплоть до короче полного вообще был просто он раз он замирает у него шок а у меня есть вот такая же тема короче когда просто жесть какая творится вот-вот и у меня включается почему-то вот вот этот вот второй рефлекс это вот в первом лесу такая карусель была когда просто жесть как страшно все у меня про я наоборот на пролом иду короче я ну не останавливаясь просто начинаю вот двигаться мне вообще страх пропадает вообще то есть просто пропадает полностью страх я не знаю ну вот это это причем уже два раза было за вообще за все время сколько тут мы лазили не знаю у меня прям значит такой щелчок в голове такой да ну ладно все погнали то есть а сам думаешь потом думаешь как я вообще это сделал как зачем куда вообще полез то есть это такой вот выпреска для адреналину да и ты такой бам все ладно давай нормально сейчас а че испугал ой пошел короче понял просто да 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 включается режим берсерка и все и погнали просто забейте я редко откладываю кирпичину сейчас и прям кирпичный завод сделал мразь яненько 부딪ка и все знаю что это вот таковая дверь не закрываясь все нет Neither нет ни одна не на шоке вот так offense и точнее может что то есть если я не заставлю что то что-то не забейте я просто убью что дверь не закрылась и там вот как там что-то белое стоит это являйте вы душу бы жена я бы тоже так же сделал только хотел сказать я бы нахер бы выключил это дерьмо и все и просто бы ну не надо испытывать судьбу каким бы там кто скептиком не был не надо не надо дурака валять просто выключил все и пошел спокойно до свидания давай всего хорошего я вообще бы не спал никогда больше понял ребята чисто за бархатных монтаже звук подставил все горит уплочено я бы еще штуцер достал ну чтоб наверняка так ребят я нихуя не понимаю что творится ну чтоб знаете если что-то случилось чтоб прям с этим как говорится да с таким знаешь нормально чтобы чтобы нашли потом по всем каналам показали по всей этой матушке этой потаскушки земле я горит скептик да но держусь когда страшно ну я не знаю на камере видно это вообще тут все в зависит как будто свидетельство 6 4 сентября 22 года группа исследователей провела спиритический сеанс в прямом эфире и якобы духи им ответить вы пик коммуникики начинается опять точечка пальцы ага да да а никаких доказательств что табличку двигали не люди нет не верю ребята сейчас я отправляюсь в подвал замка в эти моменты я чуть-чуть ненавижу свою работу ну и подкашиваются привет это короче старые эти катакомбы по-настоящему зайти в комнату забиться и дождаться утра чтобы не дай бог не выходить здесь и не ходить ночью это чё такое стоят говорит два стула мурашки по коже хорош пугать своими пэтменами дверь что это мышь летучая летает какой-то шкаф стены все расхерачены но вот это вот уже знаете я вам так скажу вот это вот мое мнение что вот это вот уже вот стены это могли любые там эти хозяева замка сделать еще кто-то еще кто-то это знаете уже такая типа тема вот если бы при нем бы кто-нибудь вот это вот когаточками своими да по код вот это да там до скуква 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 скачево о к вам чу вы так поставь папа фан стримом что ли соскучились это все за 5 10 тысяч лайков мне опять видеоролики что я сейчас начну здесь это чего это ты хочешь сказать то есть 10000 лайков и мы возвращаемся к старому контенту когда прям в прямом эфире с вами будем смотреть все эти беременных 54 и все остальное да это что это такое вы чё не спите то у меня время час ночи мои хорошие вы что да да а вам вообще да плевать я думал вы прикалываетесь чате не ну это но это уважение это как говорится до фуры нет но поздал пост принял уважуха уважуха рад что вам зашло сижу сам смотрю страшно очень страшно спасибо ребят спасибо там кто кому не лень палец вверх и подписка на канал это уважение пассив поехали все стены так чисто стенами чуть-чуть ох и подсчет патра это кафе диска сила спасибо это короче они сидели здесь это место для выступления это это скамейки посмотри посмотреть и жлюзи сидят и сидели недавно это выглядит какая-то церковь сатаны молит ребята это что такое это что вообще такое происходит что за пиздец просто представьте историю вот она вот реально как для фильма ужасов помните вот эта легенда что если колодец находился под местом где человек погиб он каким-то образом связан с этим колодцем как видели там огромная пещера возможно даже система пещеры вот это ее продолжение и вот отсюда где выходит причине непонятным образом светится серебряным блять цветом потолок и не знаю что это такое как будто нечто выходит сюда а тут просто церковь сатаны какая-то что происходит камера пишет посидим сидят здесь первом ряду говорит это забей вы чё просто забей полный зал людей полный это вообще будет забей вот это уже вот это уже очень стрёмно реально я как все понимаю я гигант да не вы чё это вообще забейте это был как будто там что-то плыло сейчас что-то друзья я обязательно дам свой вердикт вот прям через минуту по поводу этого замка и по поводу этого видеоролика прям вот минута и знаешь что сказать из уважения досмотрю просто посмотрите я стою на вершине средневекового замка я все детство смотрел фильмы читал книги о средневековье и вот я к нему прикоснулся по-настоящему я трое суток прожил средневеково мать его замки это невероятно и вот все эти невзгоды все переживания которые были там внутри спасибо за страшных стен вот в этой дичайшей тьме когда я вышел сюда они как будто растворились то что я стою я вижу как всходит солнце хочу сказать вам огромное спасибо что смотрите этот канал благодаря вам есть возможность сделать вот такое напишите любой комментарий будь то положительный будь то негативный либо просто напишите что-то от души от сердца я стараюсь считается как можно больше комментариев что понимает что вам нравится что он заходит чтобы создавать контент для вас поставьте лайк ну и я так скажу дима маслеников дальше еще идти нет я бы я слов на ветер не бросает дальше будет просто разъем я от себя скажу одно а это один из немногих роликов точнее прошу прощения наверно один ролик давайте так сделаем давайте я давайте я короче поговорю с димоном и я думаю мы в виде отдельного ролика сделаем с вами тайм-коды разберем все непонятные моменты в этом видеоролике и из его телеги я возьму прям два эти видеоролика да там не так понимаю их два это прям исключение просто я не помню чтобы мы так делали я поговорю с димой да он я думаю что он упадет навстречу я возьму и сделаем отдельный ролик с разбором крайне интересный ролик очень крутые моменты ну это прям но это прям это это прям уровень это реально уровень это очень круто это безумно интересно что я хочу сказать очень много моментов есть под вопросом я бы хотел разобрать я уверен что вы найдете еще больше тайм-кодов это сто процентов обязательно пишите в комментарии будем тайм-коды самые интересные с вами разбирать по поводу замка наверное пока я воздержусь от комментариев но это очень жестко это ультра жестко и честно я я не знаю как бы я себя повел окажись на его месте это но это забейте даже если брать что это там какие-то сцены какие-то там постановы еще что-то но это очень страшно это но это по это сто процентов это реально страшно это реально очень стрёмно и ну не знаю ребят не знаю я сделаю еще один ролик если давайте так если димон разрешит если он разрешит взять и прям подробно разобрать все что у него в телеге я просто правда его очень контент уважаю и чем он занимается и чего он добился это достойно уважения так что как-то так ну чтож я с вами прощаюсь я если честно сейчас пойду пару моментов посмотрю пока я не уехала студии надо пару моментов посмотрите свет везде включить а то я тут в потемках сижу да у меня рыбки все попрятались он два карасика он плавает видишь это самый отважный ребят спасибо вам огромное что поддержали меня и я вообще на самом деле не планировал стрим-формат возвращать вообще на канал и разбирать какие-то ролики мы раньше делали фан-стримы сегодня вы поставили новый рекорд там на 13 с лишним тысяч человек 10 тысяч лайков и поставили за буквально не знает час с копейками если честно я правда очень скучал и мне этого наверно не хватало просто спасибо вам огромное и спасибо всем кто подписывается на бусте ссылка внизу в описании спасибо кто поддерживает меня рублем копейкой просто подпиской короче переходит я не знаю по ссылочкам в первом закрепленном комментарии короче просто вам от души ну а вам желаю хорошей крепкой ночи добрый вот ждите тоже ролик по студии обязательно вам все отсниму по тачке по новой тоже обязательно поснимаю позову скорее всего кого-нибудь из автоблогеров которых вы точно знаете вот уж это сто процентов ну и желаю вам всем крепкого здоровья не болейте и следите обязательно за здоровьем не запускайте с вами как всегда был я лёха хардплей увидимся в следующих роликах удачи ребят берегите